Всем тихой ночи. В видео про классические SCP-001 я говорил, что когда-то первым SCP была сама по себе зона фонда под номером 19, однако эта идея как-то не прижилась, объект даже стёрли с сайта. Дальше в другом видео я говорил, что зона 19 хоть и не состоялась в качестве отдельного объекта, но вот разных явлений мира SCP завязанных на ней довольно много. И вот свершилось. На сайте SCP появился объект 7001, описывающий зону 19 саму по себе. И кстати это снова объект роман. И судя по тому, как их много пишут в последнее время, пересказ таких похоже будет перспективным форматом. Начинается всё с записи телефонных переговоров от 2004 года, где один из директоров фонда SCP Ericsson разговаривает, как он думает, с директором зоны 19. В разговоре сразу становится очевидна одна проблема. Директор зоны говорит, что у них всего 50 аномалий, в то время как должно быть 432. Более того, директор говорит, что всё всегда так и было, и он не понимает, почему от него ждут отчёта о более чем четырёх сотнях объектов. А вот Ericsson понял, что разговаривает с совершенно другим человеком. Однако это не была, а просто какая-то ошибка. Директор Ericsson действительно позвонил в зону 19, но он находился в особом учреждении фонда, защищённом от изменения реальности. А прямо во время разговора реальность каким-то образом поменялась. Изменения мира вокруг произошли не то чтобы очень глобальные. Всё, что произошло, это куда-то пропало зона 19, а на её месте оказалась небольшая зона 17, со своими 50 объектами. Более того, все остальные работники фонда были убеждены, что 17-я зона была там всегда, и никто не мог сказать ничего определённого о 19-й. Тогда Ericsson начал следить за изменениями реальности из своего убежища. И через два дня внимательного наблюдения он заметил, что зона номер 43 превращается в 19-ю. Когда он начал внимательно следить за процессом, всё внезапно прекратилось. 43-я зона вернулась в исходное состояние. Однако, похоже, фонд SCP не может существовать без учреждения номер 19, потому вскоре признаки преобразования начались на подземной базе фонда номер 120. На этот раз пристальное внимание исследователя не помешало процессу. Так и был открыт и описан объект номер SCP-7001. Ericsson предположил, что зона 19 фонда не имеет постоянного местоположения. Время от времени она аномальным образом переносится на новую местность, нередко в другом континенте. При этом, если на месте есть какие-нибудь сооружения, они заменяются на главное здание SCP-7001, в котором есть около четырёх сотен камер содержания, наполненных объектами. На месте появления аномалии также всегда обнаруживается группа, считающая себя сотрудниками фонда SCP. При этом они крайне напыщены, непрофессиональны и не следуют правилам и протоколам фонда. Среди них есть несколько постоянных персонажей. Это, например, доктор Брайт, сотрудник, связанный с SCP-963, а потому каждый раз имеющий разную внешность. Узнать его можно потому, что он носит указанный аномальный объект в качестве медальона. Это доктор Клеф, низкоуровневый Тауматург, которого можно узнать по наличию третьего глаза на лбу. Это директор Тильда Мусс. Считается некой нефизической сущностью, потому что человек, который руководит зоной 19, всегда представляется Тильдой Мусс. Или наоборот, тот, кто представляется Тильдой Мусс и руководит зоной 19. Есть даже доктор Кроу, говорящая собака, утверждающая, что она учёный фонда SCP. Эриксон сообщил о своей находке Совета О5, и те собрались на экстренное заседание. Сразу как-то оказалось, что никто и не помнит, где и когда была основана эта бродячая зона. Советник номер 3 сказал, что она построена в Неваде, а номер 5 настаивал на Иллинойсе. Разбирая документы, советники вдруг осознали, что они ничего толком и не знают об одном из крупнейших учреждений фонда SCP, которым вроде как руководят. Чтобы прояснить этот вопрос, они решили связаться с администратором, ведь было точно известно, что он участвовал в её основании. Однако, как назло, никакие средства связи с ним не работали. Заседание завершается тем, что Совет О5 решает дождаться полного появления зоны и попытаться её захватить, или во всяком случае поймать кого-то из этих странных людей, которые изображают учёных SCP. Для выполнения этой миссии была выбрана МОК Альфа-1, задачей которой стало проникновение в трансформируемую зону 120 и захват всех аномальных гуманоидов. Прибыв на место, МОК фонда обнаружила огромный длинный зал, в котором находилось множество людей, похожих на сотрудников SCP разных специальностей. Ни с одним из них не удалось наладить контакт. Эти люди не отвечали на вопросы и не разговаривали между собой. Длина зала была примерно 3 километра, и к его концу пространство искажалось так, что пол и потолок постепенно расходились под углом. Настолько, что МОК пришлось ползти последнюю треть пути, чтобы не упасть. В конце зала обнаружилась дверь, слишком маленькая для человека. Когда бойцы МОК решили вернуться, они, развернувшись, встретили стену, преграждающую путь. А вернувшись к двери, они внезапно уменьшились так, что смогли войти. При этом приобрели нормальный размер сразу после прохода. Группа оказалась в крыле безопасных объектов, где встретила доктора Клефа. Его поимка оказалась не очень сложным делом, так как путь к отступлению ему преградила плотная толпа гуманоидов, имитирующих различных сотрудников SCP. Бойцы Альфа-1 отметили странное поведение этих существ, например, то, что они ставили на содержание друг друга. Помещая в камеры тех, кого посчитают объектом, также из необычного это иллюзорные стены, через которые можно пройти, и лестницы, ведущие в никуда. Пойманного Клефа перевезли в комнату для допросов, оказавшуюся неподалеку. В итоге он не сказал ничего особенно ценного, а в конце сбежал. Один боец ринулся в погоню и необъяснимым образом пропал, однако фонда устала как-то не до него, ведь внезапно по всем учреждениям SCP начались нарушения условий содержания, из-за чего пришлось отменять все текущие операции, включая эту. Из-за неожиданных отказов охранных систем начались проблемы в содержании практически каждого объекта SCP. Из-за разбежавшихся объектов возникла угроза рассекречивания самого существования аномального мира, так что резко стало как-то не до решения загадки Зоны-19. На очередном заседании Совета О5, Десятый Советник представляет свои находки по поводу истории фонда. Оказывается, в 1925 году администратор пытался создать некий объект, называемый физические колонны, а после каких-то проблем с этим сооружением уже в 1946 году начинают стройку Зоны-19. Связаться с админом и спросить, что все это значит, так и не получилось, потому Совета О5 решил предпринять новую попытку штурма SCP-701, а заодно и найти пропавшего. На этот раз в объект отправилось 35 человек, каждый из которых имел с собой прототивный якорь реальности. Штурм начался с подрыва ворот, бойцы МОК ворвались в проделанное взрывом отверстие, внутри они увидели, что перед ними нормальная зона 120 фонда. Шокированный директор Зоны вышел на связь и, услышав, что этот отряд пришел в Зону-19, ответил, что вообще-то такая зона находится в Филадельфии и всегда там была. Пропавшего агента фонда вскоре нашли лежащим без сознания в одном из коридоров Зоны-120. Снова заседание Совета О5, первый советник предлагает устроить новый штурм. На этот раз SCP-7001 занял небольшую базу фонда и советник предполагает, что трансформация займет много времени. Так что если устроить штурм, 19-я зона не успеет телепортироваться, однако 12-я настаивает на том, чтобы запустить туда дронов. Идея с дронами нравится большинству советников, так что они быстро наполняют пораженные аномалии зону фонда. Первый дрон, запущенный в жилой отсеке, обнаружил, что внутри, как и ожидалось, полно гуманоидов, напоминающих сотрудников фонда. Они наполняли собой коридоры и комнаты, некоторые из них даже склеились телами, другие пытались толкать таких склеившихся в сторону камер содержания. Один из псевдо-сотрудников заметил дрон, подлетевший к нему близко и сломал его. Второй дрон полетел в крыло содержания Евклидов и Кеттеров. Он передал картинку, где было видно, что все камеры открыты, а существа из них бесцельно ходят туда-сюда. Никто не проявляет агрессии. SCP-131 был найден разглядывающим SCP-173. А малые господа, доктор развлечудова, сидели и играли в аномальную настольную игру SCP-3301. Чем-то недобрым занимался только SCP-049, убивший множество местных гуманоидов, и теперь с растерянным видом стоящие у кучи их тел. Дрон залетел в камеру содержания SCP-184, из которой не смог найти выход. Третий дрон был запущен в центральной части зоны, где оказалась объемная черная пустота. Подлетевший к ней дрон оказался затянут внутрь, и связь с ним была потеряна. Во время операции снова началось массовое нарушение условий содержания. На этот раз настолько серьезное, что фонду пришлось взорвать некоторые из своих учреждений. Так что изучение аномалии снова приходится прекратить. С этим не согласен первый советник. Он решает лично навестить странную зону. Однако, войдя в пораженные аномалии помещения, он попадает в кабинет администратора. Администратор произносит длинную речь о том, как он создал фонд SCP, основав его на трех колоннах. А безопасить удержать сохранить, которые физически были воплощены в зоне 19, совете О5 и в самом администраторе. Однако, в 19 зоне набилось столько аномального, что она сама как бы выпала из реальности. И стала чем-то вроде меметической сущности. Администратор говорит, что у него теперь здесь свой фонд. С клефом и толпой объектов в одном сооружении. А у совета О5 свой, в реальном мире. Первый советник покидает офис администратора и обнаруживает себя в центре зоны 19. Именно там, где находится огромная черная пустота. Советник смотрит в эту пустоту и внезапно начинает видеть там отражение сотен других миров. Вдруг он шагает туда и падает. И перед ним проносится вся его жизнь. Работа в фонде SCP, исследование объектов, множество нарушений условий содержания и различные экспедиции по захвату объектов. И наконец он падает на дно этой пустоты. Он делает шаг вперед и оказывается на новом заседании совета. На этом заседании обсуждается тот факт, что после последнего большого нарушения условий содержания, весь фонд в руинах. И теперь придется многое восстанавливать. Только лишь зона 19 не особенно пострадала. Первый советник понимает, что остальной совет теперь не знает о сущности зоны 19 и об объекте SCP-7001. Но решает сохранить все в тайне. Советники зоны голосуют за то, чтобы зона 19 могла сама принимать решение по поводу помощи другим учреждениям фонда. На этом текст кончается. Я все еще немного скептично отношусь к объектам-романам, но в этом мне понравился посыл о том, что фон для разных людей разный. Для кого-то это толпа аномалий и безумные доктора, для кого-то серьезная тайная организация, а кто-то любит сложные приколы с меметикой, патофизикой и прочим. Так или иначе, все эти разновидности повествования SCP вполне могут существовать в рамках одного фандома. Во всяком случае, если одно не пытается выдавливать другое. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok